Муромцевский район Здесь, ну, как бы, ну, это мертвые уже практически деревья, никого нету, и у нас есть такая необходимость самим себя обеспечивать продуктами, да, потому что у нас нет магазинов, ничего нету, и хотим высадить, соответственно, сад, и у нас никакого нету опыта. Вот вы мне говорите, вот, какие-то даже слова, которые я еще не изучила, не знаю, я в Ютубе посмотрела ваши ролики, и мы решили, приняли решение, что будем сажать по вашему методу растения. Уже некоторые растения мы заказали вот в Омске, да, уже их высыпили на холмике, как вы рассказывали, да, пока ждем результата еще 3-4 дня назад. Но это местные растения, да, не знаем, приживутся они или нет, и все-таки хотели заказать у вас растения, которые могли бы, ну, я думаю, у нас климаты более-менее подходящие, да, как вы живете там все-таки на севере, и мы, и растения могут у нас тоже прижиться ваши. И нам такой нужен вариант попроще, то есть, вот, например, прививки, естественно, мы не умеем делать. То есть, каким образом, как, могут ли саженцы дойти до нас, или нам нужно покупать косточки, вот такая консультация мне нужна от вас. Так, давайте, консультация, это, по телефону, это очень сложно, так? Есть книги, есть учебные диски, есть электронные книги, электронные диски, вот, есть вебинары. Вот, все равно придется учиться, даже если привать не будете. Давайте по порядку, вы меня уже напугали. У кого вы купили саженцы? В Омске есть невероятно халтурный питомник, который якобы черешнями торгует, не имея ни одного дерева. Вы знаете, мы купили омский саговод, это питомник, купили яблони все полукультурные, потому что, ну, мы поняли, что мы, наверное, не сможем другой вариант, такая вырастить для начала, да? Полукультурные груши такие вот северные, все вот, ну, конечно, абрикот мы не стали покупать, это мы у вас решили все сделать, купить. Вот мы их высадили на холмике, как по вашему методу, на целину прямо у нас не разработано ничего, то есть целина напротив дома, дальше лес, тайка. Вот это и обидно. Дело в том, что обычно с открытой корневой системой продают южные, а сами являются только перекупщиками. Вот, вы далеко, сейчас от вас далеко этот питомник, который... Да, да, это далеко, нам не выехать, понимаете, в город. Вы же там, когда были, вы же не спросили, откуда вы взяли черешню? Да мы даже там не были, Валерий Петрович. Ну, а где-то скупили. А, по почте. Все понятно. Ладно, будем надеяться, что они вас не обманули. Да, да, только на Богу бываем, что все проживется. Так, теперь, значит, вы начали разговор с абрикосом, допустим. Тогда давайте так. Так, значит, сейчас так случилось, что все, что было, практически, около 4000 косточек, поехало в Москву в огромные посылки 11 килограмм. Вот. Так, теперь, после этого осталось немножко косточек жирдели. Это для вас немножко кусочек сихоталинского абрикоса. Это тоже для вас. И осталось совсем немного. Просто смесь культурных абрикосов, ну, исключая самые крупные. Вроде бы тоже для вас. Но есть одно но. Вот сегодня будет выполнено две посылки. Если что-то останется, вы мне вечером звоните. И вот. Я попросил помощнику посчитать, сколько осталось. Они, допустим, они ваши. Вот. Я цену скинул почти пополам, до 15 рублей. Вот. Дальше, допустим, вы от меня получите 50 или 100, вряд ли больше. И схожесть будет изумительная. А я, я купаюсь в этих самых похвалах, в восторгенных этих воплях. Купаюсь буквально. А нам нужно прямо сейчас их будет высаживать? Да в том-то и дело, что прямо сейчас и надо. А, вот чтобы не опозвать, нужно прямо сейчас, да, высаживать? Ну, не прямо сейчас. Неделька уйдет на дорогу. Давайте так. Если останутся, допустим. Но я даже не обещаю. Возможно, ни одной не останется. Хорошо, хорошо. Там непонятно. А на песке непонятно, сколько там, там четверть банки, тут четверть банки. Что-то сколько там, не знаю. Это что касается на будущее. Но я бы не стал заводить разговор, раз нету. Зачем людям это все слышать? Ну, нету и нету. Я продаю сухие. И когда я сказал, что у меня с 30% скидкой сейчас сухие, или за полную стоимость сухие осенью, вот, вы сразу напугались. А я не знаю, что с ними делать. Так было? А я не знаю, что это такое, сухие, мокрые. Поясните, у них красные или красные? Ну, допустим, я буду отвечать не вам, а с вашей помощью. У меня же запись включена. Вот. Запись включена. Пусть объясню всем остальным. Кто-то знает, что такое посадка под зиму. Просто посадили. Вот ждете, что весной случится чудо, взойдут. Враги у них мыши. Это были сухие, да? Враги у них мыши. Глубоко закапывать нельзя, потому что потом они быстро гибнут, о чем не знают большинство блогеров, учителей так называемых. Глубоко закапывать нельзя. А не глубоко закапка, а мыши доберутся. Значит, мыши, отравленное зерно с санэпидемстанции. Кот поможет в это самое. Вот. Некоторые дегтем обмазывают, там, скипидаром. Ну, не в прямом смысле саженец, а что-нибудь рядом кладут, чтобы отпугивать. И так далее. Раз. Теперь, или, это я не вам говорю всем, январь-февраль. Для южан январь, для северян февраль. Вот, слегка сырой песок, соотношение песка и воды 7 к 1, 6 к 1. Это так легко и это делается. Через два месяца высаживаете. Что я раз говорю, я сейчас купаюсь в этих. У всех все всходит, 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 всходит. У всех такого года не было. Вот. Чтобы это бывало, каждый год человек 2-3, а у меня не взошло. Знаете, как обидно. Вот. А тут у всех все всходит. Вот. Но вы могли опоздать, потому что буквально на 2 дня опоздали с этим, с телефоном-звонком. Вот. А про сухие подумайте. Подумайте. Ничего там сложного нет. А вы знаете, вот, ну, как бы, если вы скажете, что это нормально, и мы возьмем, конечно, мы доверимся вашему мнению авторитету. Ну, при даче бы книгу не мешало взять. Да, да, но надо бы, да, тоже, потому что вот я уже только посмотрела ваших роликов, но когда, пока сам ничего не попробуешь, ну, трудно. Ну, пробуйте, иначе, понимаете. Вот для чего человек, москвичка, вот, по имени Елена, для чего она 4 тысячи косушек купила? Хорошо. А она месяц назад купила тысячу косушек. Итого 5. А зачем она тысячу купила? Она сейчас цветет и пахнет. У нее все всходит целыми рядами. А куда и столько? Я специально не стал спрашивать. Ну, наверное, будет продавать уже осенью. Мама, может быть. Но нам-то не на продаже. Кому нам продавать медведин, если только абрикосы? Ничего. Я уже, многие сразу, ко мне приезжала семья Матвеевых из Омска, я специально говорю, от вас из Омска, они участники моего семинара на месте, тут же учил, тут же увезли саженцы, вот. Через несколько лет вырастили, не просто довели до плодоношения, вот. Кстати, и вам советую слушать. Дело в том, что они вырастили и уже торгуют саженцами, причем у них получились они во многих отношениях. Вы представляете, караул у нас это самое, гибнут абрикосы привитые, почему урожай не удерживают? Вот до чего дошло. Представляете, горе от того, что урожай не удерживают. Вот так вот. Так они же приехали, не знаю, что у них на уме было, когда 10 лет назад они приехали ко мне. И вот я сижу за столом, и вот мои гости сидят, видите, с Минусинска. Вот. До того, мне эта дама нравится. Спасибо. Это я про нее. Так. И тогда получается, что ничего сложного нет. Для меня, например, посадить овощи гораздо сложнее. Для нас пока все сложнее. Будем учиться, учиться. Ну, Валерий Константинович, если вы скажете, что вот эти сухие тоже нормально, я давайте вечером вам позвоню, если не будет вот то, что вы говорите. Давайте, давайте. Я еще вот напомню, напомню про книгу. Будем высказывать. Можете электронные книги, они дешевле. Ну, там как получится. Я на сайте посмотрю, да, по стоимости вот это все. И тогда когда мне вам вечером позвонить? У вас такое же время, как в Омске, да, плюс 3 часа? Для начала по WhatsApp запросите каталог. Я вернусь, уберу с каталога все, что уже продано до нуля. Вот. А я видела, сейчас на сайте смотрела каталог. Да, там на сайте все есть. А на деле-то 90% исчезло уже наименование. А там не только абрикосы, мы бы еще купили сливы, яблоки, какие-то. Ну, все, тогда разговор до вечера откладывается. До вечера, да? Хорошо, договорились. Я перезвоню. Во сколько позвонить удобно будет? Так, ну, мы с вами в одно время живем. Давайте часок. Да. Часок 7-8. 7-8. Хорошо, подограды. Все, до свидания. До свидания.